Поздравление с 30-летием служения в священном сане принял Схиегумен Иегудиил, настоятель Сергиевской церкви в Каменке. В 90-е годы именно под его руководством делал свои первые шаги в церкви будущий митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. В памятный день он приехал поздравить своего наставника. Подробнее расскажет Евгений Белохвостиков. Храм преподобного Сергия Радонежского на окраине Каменки в бывшем селе Головинская варежка совсем небольшой. И такие торжества в нем проходят впервые за 200 лет существования. Литургию здесь совершили трое иерархов. Митрополит Серафим, епископ Митрофан и Преосвященный Железногорский и Львовский Паисий из Курской области. Они приехали, чтобы поздравить с 30-летием служения настоятеля Схиегумена Иегудиила. Все эти 30 лет мы знаем вас как доброго, ревностного служителя о Церкви Божией, как заботливого отца о своих прихожанах. Мы знаем, что много вам пришлось потрудиться здесь, в этом выспасаемом граде Каменки и в Казани. Михаил Рыбанин, как звали батюшку в миру, родился в Москве, начинал свой путь христианина, вообще неизвестного в столице протеерея Федора Соколова. В 93-м преснопамятный архиепископ Серафим рукоположил его во священника и направил в Каменку возрождать приходскую жизнь в только что открывшемся храме Дмитрия Солунского. В те годы здесь юношей нес послушание алтарника и псаломщика будущий митрополит Серафим. С одной стороны, как правящий архиерея, с другой стороны, как ваш воспитанник, я очень вам благодарен за вот эти труды, которые вы здесь на Пензенской земле несете последние годы. Прихожане и собратья священнослужители знают отца Югудила как любвеобильного пастыря, который всегда поддержит добрым словом, никогда не унывает и всюду привнесет свой позитивный настрой, будь то скромный сельский приход или знаменитый на всю Россию монастырь. Вот его пустыню определить, и там уазь расцветет. Кругом люди едут, его чтут. Это всеобщая наша любовь. Несколько лет отец Югудил трудился в прославленном Богородицком монастыре Казани, основанном на месте явления Казанской иконы Божьей Матери. А когда здоровье потребовало более спокойной жизни, вернулся в Каменку и принял великую схему. 30 лет все-таки это срок, большой срок. Мы изменились, время изменилось, но я искренне сегодня благодарю Господа, что мы не разъединились с вами, что мы вместе предстояли у Христова, приняли святые Христовы тайны и т.д. Субтитры создавал DimaTorzok